Эту спортивную площадку ждали почти три года. И вот более двух тысяч квадратных метров в распоряжении спортсменов. Первое время пока нет ограждений. Один большой общий зал будут делить волейболисты и фехтовальщики. У тренеров уже появились предложения, как выстроить процесс занятий, чтобы не помешать друг другу. Только от краевой спортшколы Олимпийского резерва здесь будет заниматься более 70 спортсменов с клинками. Я думаю, что мы как-то постараемся сделать расписание так, чтобы когда у нас заканчивалась тренировка, у них начиналась. И когда у них начиналась, у нас заканчивалась. То есть как-то синхронизировать. Нам это покрытие подходит комфортно. То есть ноги здесь не скользят. Может быть, впоследствии какие-то минусы найдутся уже в процессе эксплуатации. Но видите, мы же постелили как раз свой инвентарь. Волейболистам покрытие тоже понравилось. Теперь будет где расправить плечи. Планы у спортсменов весьма амбициозные. Мои взрослые ребята и девушки будут заниматься в большом зале. Мы сейчас занимаемся в зале 24 на 18, что нам не дает возможность делать такие упражнения, которые нужны площади. А во-вторых, мы, конечно, надеемся на то, что мы будем проводить здесь большее число краевых и брать на себя всероссийские соревнования. Кроме волейболистов и фехтовальщиков, на новой площадке будет тренироваться группа по художественной гимнастике. Ребята уже начали потихоньку осваиваться. В ходе соревновательно-тренировочного процесса станет ясно, всем ли критериям спортсменов отвечает объект. Мы, конечно же, будем смотреть. Сама практика эксплуатации этого спортивного зала нам позволит выявить те места, те проблемы, которые, наверное, будут возникать, а мы их будем решать. Новый спорт-объект пока еще безымянный. Но желающие могут принять участие в голосовании за название комплекса. На сайте Краевой спортшколы Олимпийского резерва до 1 сентября. Мария Костолева, Андрей Печоркин. День с толком.